Здравствуйте! Я хотел рассказать, как мы установили в автомашину Газель видеонавигатор, говорю, хотел сказать, не видеонавигатор, видеокамеру, чтобы смотреть, было удобно сдавать назад, ехать и использовать даже ее не только, как думали подключить к заднему ходу, при включении заднего хода, ну, первое подключили, потом решили, что это не совсем удобно, потому что, как бы, иной раз не надо даже включать его, а камера будет включаться, если у камеры износ идет, и, как бы, меньше будет ресурс работы камеры, из-за этого мы ее подсоединили с кнопки, и от зажигания, включаем зажигание, и вот, вывели кнопку, вывели кнопку, нажимаем кнопку, ждем несколько секунд, и вот, включается камера заднего вида, установили ее в бардачок, и на будке, сзади поставили, провели проводку, единственное, что покупали, как бы, провод, видеосигнал, который идет в видеоканал, он оказался 6-метровый, думали, достаточно будет, его не хватило, пришлось докупить, и купили 15 метров, но 15 это чересчур много, на стандартную 3-метровую газель, достаточно 10-метрового кабеля, купили 10-метровый кабель, подсоединили, и все, вот, теперь можно вот посмотреть, как бы, как сдавать назад, чтобы удобно было, отрегулировали камеру по полоскам, чтобы достаточно было места для регулировки, чтобы было удобно, и, в-третьих, можно еще использовать эту камеру, за чем мы подсоединили с кнопки, для того, чтобы было удобно, как зеркало заднего вида, во время движения можно включать, потому что заднюю скорость, если поставишь только от задней скорости, тогда она будет, как бы, не сможем во время движения заднюю скорость включить, как бы, из-за этого сделали подключение с кнопки удобно, и, если даже с кнопки забыли отключить, с кнопки идет от зажигания, зажигание выключаешь, вот, зажигание выключаешь, и камера гаснет сразу, все, до свидания, до следующих встреч, если понравилось видео, ставьте лайки, пальцы вверх, до свидания.